Вот в этом здании вершится правосудие в городе Малага. Первый раз сегодня гуляю по Теотинос. Здесь зона городская, достаточно удалена от моря, но здесь несколько транспортных линий автобусных, метро, несколько станций метро. Так что, конечно, эта барио не оторвана ни от центра, ни от пляжной зоны. И в этом барио высокие здания. В общем, современный, современный район города Малага. Ничего себе здание хустиции-то! Я думала, оно вот такое маленькое, а оно вон какое огромное! Мама дорогая! Так, на чем я остановилась? Значит, современный район, поэтому улицы широкие. Здания высокие. Здесь рядом находится университетский городок вместе с кампусом. При нем шикарный парк ботанический, но сегодня он закрыт. Работает, открыт в рабочие дни. С 10 до 6 вечера как-нибудь посетим. А сегодня суббота, поэтому не получится. Так, сейчас идем позавтракать в кафе. Буквально сколько, 50 метров прошли от того места, где остановились, припарковались у здания суда городского. Станция метро и хорошее Чуревье. Вчера почитала отзывы, уверена, что здесь вкусно позавтракаем. Называется Чурно-катерье. Здесь внутри мало столиков, но еще есть терраса. Понятно, что кафе молодежное, потому что вон сразу пароль для Wi-Fi. Видимо, студенты здесь частенько завтракают или обедают. Видишь, что они там еще делают. И вот цель на все. Чурно-катерье, кофрес, кордитас и грекес, борьбитас и чоколадо. Ольги и чоколадо. Ну, то есть здесь и можно и позавтракать. И полдник тоже здесь подают. И вот еще крупным планом название. Здесь сделали кусочек маленького Парижа. Заркан. Цветочки. Все как полагается. Заказали пять чурос. Но это на самом деле не чурос. Техерина. Шоколад горячий. Это белый шоколад. И кафе кон лечо. Буэн правач. Слушайте, ну да, действительно, как в нормальном городе, а не как в старом. Здания высокие, улицы широкие. Ну, и все необходимое имеется для того, чтобы здесь проживать. Кафешечки, рестораны, аптеки, магазинчики. Собачек есть, где выгулять. Хотя и здесь на деревьях писать трудновато. Все закатано в плитку. Ну, и самое главное, что лотерея. Лотерея есть, значит, все, жизнь будет. Палисаднички, детские площадки. И приятный, приятный район. Удивлена, удивлена. А я думала, здесь какие-то задворки. Никогда даже не было желания здесь побыть, погулять. Но, поскольку нам предстоит судебное заседание, одно мы уже выиграли и денежку получили, и теперь второе по трудовым спорам. И поэтому вот решили прогуляться до этого района в преддверии нового судебного заседания. На первое я не ходила, лучше один был. Очень-очень долго все дела тянутся. То есть, собственно, нарушил один и тот же директор фирмы. Но дело разделили. Эти нарушения разделили на две части. У одной уже судебное заседание было. Да? Два года назад. Да? А по второй части будет через некоторое время. Узнаем, что дело выигрышное. Предлагали тогда ему мировую, что давай сумму снизим. Одну выплату сразу и меньше будешь платить. Не захотел. Ну, теперь будет платить больше. Станция метро. Широкие проспекты. Субботний день. А так спокойно, так тихо. Так, значит, сюда ходит 11 маршрут. Точно знаю, что 18. Надо будет как-нибудь прогуляться без мужа на 18-ю. На парк ботанического. А то он все работает, 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 работает. Не хочет на пенсию ходить. Сказал, пока работает, буду работать. Да я такая же. Оба трудоголики. Да, конечно, не сравнить ни с центром города, ни с той частью Малаги, где мы живем. Хотя у нас, конечно, район с частными домами. И тоже и парк рядом есть, и спортивная площадочка. Да не один парк есть, да? Один большой, другой поменьше. Детских площадок много. Ну, конечно, да. Здесь прям как в городе. Не как в деревне. Не знаю, готова ли я после частного дома жить на многоэтажке. Но то, что здесь улицы ровные, без горок и широкие, ой, это мне, конечно, очень нравится. Ух, красотень. Ну, вообще, здесь есть где-то улочки с частными домами. Ну, там, наверное, все такое старенькое. Ух, красотенька какая. Еще строится, строится. А я вчера по картам Google гуляла. Значит, там были фото за ноябрь 2022 года. А сейчас ноябрь 2023. У меня есть строится, строится город Малага во всех районах. Строится, перестраивается. Я раньше думала, что это район. А, оказывается, это здание суда. Нет, я понимала, что раз слово «пуститься», я предполагала, что какой-то барьер. И среди зданий в нем здание суда. Но когда увидела сегодня вживую, насколько это здание огромное. Действительно, сюда. О, граффити городское с парком юрского периода. Ну, шучу. Просто динозаврик. Отсюда не видно, наверное. Ну-ка, попробую приблизить. Не поняла, что за дерево такое. Сначала даже подумала, что ваниль издалека. А нет, конечно, не ваниль. Просто беленькая. У меня память какая-то избирательная. Вот есть какие-то слова, выражения, понятия, которые я прямо на лету схватываю. О, с шипами деревья. На лету схватываю и на всю жизнь все. Как будто вбили в меня эти знания. А есть что-то, что я могу прочитать по несколько раз. И все равно потом, при случае, если надо этим словом или понятием воспользоваться, мне приходится гуглить. Странно, прям дерево с шипами, да? О, странно. Первый раз такое вижу. Да много я чего в жизни здесь первый раз вижу. Прожила на Урале 50 лет. Ну, а что? Вот сейчас гуляю, как будто по моему родному городу на Урале. Город атомщиков. Запретка. Почтовый ящик. Сороковка. Жили. Снабжение было офигительным из Москвы. Весь город утопал в зелени. Окружен тремя озерами. Называли наш город приезжие из-за границы маленькой Швейцарии. Ну, вот гуляем. Я обратила внимание, что, ну, понятно, аптеки, кафешечки, да, все полно. А вот маленьких магазинчиков, да, фармиссерия, мясной магазинчик, фанадерия, где можно хлеб и выпечку купить. Маловато. Практически не вижу. Ну, да, дяденька с двумя чемоданами торопится. Ну, еще одна детская площадка. Там дошли до того граффити, что крупным планом показывало. Вот, ну, красивый, красивый район. Ну, повторю, не готова я после частного дома переезжать в многоэтажку. И уверена, здесь стены-то все равно не толстые. Слышимость наверняка здесь очень сильная. Мэрия местная. Маля-пусечная. Как здесь всех прописку-то как всем оформлять в таком маленьком здании? Там лэп проходит. Вот такие елочки. На Рождество. Приехать сюда, нарядить и хороводы водить. И подарочки положить. Ну, понятно, что это не елочки, что это кипарисы. Но, если включить фантазию, то прямо как елочка. Навидад, навидад. Ту-ту-ту-ту. Это что за павильончик? Может, выход, вход в подземный паркинг? этого здания. Это же просторно. 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 Срал так. Полной грудью дышится. Народу мало. Виталия Театинес. Сентро де майорес. Президенция для пожилых людей. Интересно, сколько стоит в месяц здесь находиться. Надо потом погуглить их расценки. Соседка рассказывала. Соседка рассказывала. Ну, она старше меня. Намного. Вдова. Пенсию вдовы получает. И, как с зятем недовольна, а зять с дочкой проживают на ее территории, она говорит, так, продам наш дом, уйду жить в резиденцию, а вы же, видите, как знаете. Ну, подшучивает, конечно. Нет, она очень добрая. Вот. Ну, с зятем у них такие высокие отношения. Сзять ее все время троллит, подкалывает. Ну, я и говорю, а сколько стоит она? Та резиденция, в которую я хочу? 2000 евро в месяц. Но там даже приходят маникюр с педикюром делать. Вот так вот. Ну, район большой, достаточно. А если еще и учесть, что многоэтажки, много-много народа здесь. Интересно, а что вот в том доме находится, в том здании? Ну-ка, сейчас загуглю. Здесь еще и стелла какая-то находится. Вообще, в Малаге столько непонятных монументов, вояний, что, мне кажется, Церетели отдыхает. Я сторонница классических памятников, чтобы понятно было, кто изображен, либо хотя бы смысл, что это такое. а не какая-то абстракция. Ну, вообще, конечно, гуляем по городу, в котором родился Пикассо. так что удивляться нечему. Мужик на роликах гоняется. Муж уже устал, на лавочку присел. А мне интересно, я еще раз гуляю. Не устала нисколечко. так, не нашла я улочек-то с частными домами, хотя точно знаю, что они здесь есть. как вчера по картам гугл видела. Ну, вот, собственно, за теми зданиями уже город заканчивается. Там уже горы. где-то недалеко отсюда улица имени Льва Толстого. Леон Ролстой. Леон Лев. Где-то вот там вот, видимо. Мы уже туда не пойдем. В этот раз не пойдем. В следующий раз дойду. Значит, сколько я уже улиц знаю наших авторов российских. Улица Горького, недалеко от нашего района. Здесь улица Льва Толстого. Еще кто-то, да? Бар Юрий Гагарин здесь был, но уже закрыт давно. Говорят, сначала очень-очень популярный был, потом наркотой там стали торговать и всякие непотребности творить. Я, наверное, по велосипедной дорожке иду. Нет, хотя разветочки нет. Для людей. Не для велосипедистов. Ну, так все культурненько. Так. Олимпиеса де малого тонер, спрей, пилос для батареек, либрос и ревистас, книги и журналы, топонес, крышки от бутылок, кафе, асиита, соло энвасис серадос. Так. И электродоместикас, техника бытовая. А еще видео. А как видео этого идет? В такой маленький ящичек. Ну вот. Пожалуйста. Видимо, кто-то выбросил, а кто-то уже порылся и вот такой бардак оставил. Еще, ой, че. А, вон еще что-то. Молодцы, молодцы. Задумка хорошая, но свиньи везде найдутся. Сейчас возьмем машину. Припарковались немножко. Ох, какое здание интересное. Во время пожара быстренько вниз можно будет сбежать. Так, возьмем машину и закупим все наркоголи, чтобы уже в нашем районе на это время не тратить. Первый маленький магазинчик, который увидела фрутерия. Фрутерия, Сэмуэль. Вот еще о чем забыла рассказать. У нас в России, насколько я помню, когда я уезжала, во всяком случае, у нас игровые салоны уже запрещали. А здесь нет. Здесь вовсю, вовсю, на каждом шагу. Заходи, денежки заноси. Играй, не хочу. А, вису, а полиция? Да, ну как вот. Еще и полиция помогает, да, с наблюдением. Понятно, что люди сюда понесут и ворованные вещи, и всякую другую мерзость. Когда у человека зависимость, ничего хорошего из этого не получится. Такая веселенькая витринка для детишек. И свинка Пеппа. Пеппа, ну куда же без нее? Здорово. Хорошо придумали. Ну, а это витрина уже для декора домашнего. Ну, не понимаю, не понимаю я вот все эти блестяшки. Люблю, конечно, цыганщину, но вот прямо, чтобы вот так вот много этой позолоты. Нет. Не мое. Не нравится. Вот еще одну фрутерию увидела. И какой-то рядом магазинчик Окинами. Что там продают, непонятно. В общем, впечатление о самом районе очень хорошее. Понравилось. Но в который раз, повторю, готова ли я жить в таком районе, не знаю. Не знаю. На сегодняшний день точно нет. Японский ресторан с открытым буфетом. Так, сколько? 14,95. А ночью 16,95. А выходные 18,95. Для детей 7,95. До 7 лет. А до 12, 12,95. А потом уже все по-взрослому. И я так понимаю, что это все уже окраина этого района. Наверное, окраина города Малага. И вот снова мы вернулись к зданию сюда. городского. Института на все на ля-сигуридацию сиаль. Откуда пришли? Откуда ушли? Туда и пришли. Ну, много-много еще чего здесь не посмотрели. Повторю. Сад ботанический. Есть какая-то площадка детская. Там дорожки сделаны в виде кинопленки. Кинопленки на фоточках видела, но не дошли, не нашли. Следующие. Вернемся, обязательно вернемся сюда. Погуляем в этот магазин китайский. Обязательно перед Новым годом в декабре заедем. Ну и все. Сейчас в Меркадону и до дома до хаты. Смотрите, здесь даже баки мусорные проветривают. Мамочка! Ну, очень-очень много нового я для себя увидела сегодня в этом районе Малаги. Район Театино. Театинос. Здание сюда. И вот так красиво забор в цветочках есть. На Гран-Канарии вот точно так же рядом с нашим отелем было, когда я первый раз там отдыхала. Да, вот такой же забор. Я все снимала, снимала. Думала, ой, какая прелесть. А сейчас, скажем так, повседневно, обыденно. Думала, здесь в Меркадоне не буду снимать. Буду. купил, разогрел, стаканчики, приборы, перекусил. Здорово. не буду. Ура. Продолжение следует... ...